Спорт – это отличный шанс выйти за рамки возможного и жить полной жизнью. В нем каждый сможет найти свое место. Ежегодно турнир Валентина Дикуля ждут множество спортсменов. Он помогает сплотиться всем людям, несмотря на их различия. Все виды спорта хороши. И армрестлинг, и пауэрлифтинг, и даже бодибилдинг, который сегодня будет проходить. Конечно, и сказать, что это неинтересно для зрителей, тоже не сказать. Съезжаются родители с детьми, чтобы посмотреть, как они преодолевают самих себя. Михаил пришел в пауэрлифтинг три года назад. В начале своего спортивного пути он передвигался при помощи трости, но уже сегодня ходит самостоятельно. Увлечение спортом и твердое решение вернуться к активному образу жизни помогли ему пережить тяжелые времена и заново научиться ходить. Была операция на ноге, ходил с палочкой. Ну и таким способом сейчас, как видите, хожу без палочки, более-менее передвигаюсь самостоятельно. Поэтому занимаюсь спортом, постоянно стараюсь себя поддерживать в форме. На Кубке Дзикуля Михаил установил свой личный рекорд – 150 килограмм в жиме лежа. С каждым годом к турниру присоединяются все больше представительниц прекрасного пола. Анна Иванова поднимает практически весь свой вес. Сегодня она поставила себе цель в 47 килограмм. Но для нее это далеко не предел. Сегодня это не рекорд, который вес я сегодня пожала, а так 47 пока. Стремлюсь к КМС. Регулярно выступаю в Кубках Дзикуля, на Москве выступала. Ну, вот, скажем так, некоторые окружные соревнования. Но вот самые крупные, наверное, да, пожалуй, это Кубок Дзикуля и Москва. В турнире приняли участие 40 спортсменов из 7 муниципалитетов. Такие мероприятия дают возможность каждому показать свои способности и продемонстрировать стремление к жизни. Безусловно, организация подобных соревнований требует особого подхода. Очень хорошо, что глава городского округа Виктор Сергеевич всегда поддерживает эти инициативы и общественной палаты, и других движений. И всегда идет навстречу. Все выделяется и помещением, и оборудованием. За что ему огромное спасибо. Здесь нет проигравших и побежденных. Участие в Кубке Дзикуля уже успех. Ведь нет победителя сильнее того, кто победил самого себя. Алина Саваш, Андрей Латынцев, Андрей Капустин. Первый Матищинский. Алина Саваш, Андрей Латынцев, Андрей Капустин. Продолжение следует...